Поверните направо Поверните на съезд Кэмбл-маркет Ух ты! Вот где! Молоко Опа-опа-опа Сори-сори-сори Мы в какое-то дикое место сейчас заехали Тут нечего показать Здесь похоже на трассу вот эту 500 метров Затем поверните налево Чего-то никого нету Что-то должно быть много людей Там уже чуть раньше приехали Визиторс Туриститинг Ария Ну все нормально Сегодня мы приехали с вами в пустыню Давай я... ой нет так нет Осенне-зимний период Хорош в Дубае не только Умеренной, приятной погодой И теплым морем А также в это время проводятся Скачки Проводятся верблюжьи скачки и лошадиные скачки И сегодня мы как раз Приехали с вами на верблюжьи скачки Мы сейчас находимся в пустыне Это Дубай Camel Racing Club И сегодня Буквально через час Начнется соревнование Давайте пока... честно говоря я здесь впервые Даже не знаю что где находится Но давайте вместе изучим Похоже здесь вот места для туристов Специально подготовлены, то есть сидушки Можно посидеть, понаблюдать за этим действием Дальше там, ну вот это все Территория Вот это все территория вот этого Camel Racing Club И она на самом деле большая То есть мы тут заезжали, минут 10-15 Кружили, то есть вот там трасса Здесь трасса, здесь дорога Напомню, гонки начнутся через час А сейчас здесь вот машины ездят Скорее всего идут подготовительные работы Перед гонками Гонки здесь проводятся два раза в день В 6 утра и в 2 часа дня Утренняя гонка, которая в 6 утра В ней участвуют верблюды местных жителей Именно жителей Эмиратов А вот в дневных гонках двухчасовых Участвуют верблюды шейхов И сегодня будут соревноваться верблюды Всех шейхов Дубая, Абудаби, Шаар, Джажман Всех шейхов И плюс еще некоторые страны залива Вроде Аман, Саудовская Аравия не помню Там будет известно позже И дистанции бывают разные 4, 5, 6 и 8 километров И сегодня Вот сегодняшний день Будет 5-километровая дистанция Она начинается вот там Вот смотрите Там такой золотистый мостик То есть они выбегают оттуда Верблюды стартуют там Потом вот видите Красные барьеры Это получается ограниченный трасс Вот песчаные Они бегут по песчаной трассе Вот так вот целый круг пробегают Вот так круг 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 И вот здесь они как раз будут финишировать Вот здесь мы как раз сели в удачном месте На финише прямо То есть мы увидим старт Как верблюд стартует И самую кульминацию Тоже увидим как они финишируют Какой верблюд прибежит первым Сегодняшняя гонка будет состоять из 14 заездов В каждом заезде от 15 до 20 верблюдов Пока мы здесь сидим Ожидаем Здесь стоят телевизоры Там можно посмотреть Всякие передачи Тоже посвященные гонкам Ну в данный момент там показывают Про конные скачки Места для обычных зрителей Находятся по краям А вид места в самом центре И у них как видите удобные диванчики И еще столик есть Про верблюжьи скачки мы узнали Благодаря приложению Дубай календарь В этом приложении отражаются Многие мероприятия Которые проводятся в Дубае И мы вот крутим вниз И нас интересуют верблюжьи скачки Найдем вот Вот пожалуйста Camel Races 22 октября Это как раз сегодняшний день И вот открываете Camel Races Значит вот 22 число 2016 год Dubai Camel Racing Club Тут можно шоу Посмотреть где находится Добавить в избранное Добавить в календарь И здесь краткое описание И вот здесь две гонки Одна в 6 утра Другая в 2 часа дня Также вы можете посмотреть На другие даты Если вы например Вот видите 23 завтра Тоже будут проводиться гонки А потом Потом Пока в ближайшие дни Больше не будет Возможно они будут Позже проводиться В ноябре еще Но пока в октябре Похоже больше не будет Поэтому если вы хотите Попасть на Такое уникальное мероприятие Качайте себе Дубай календарь Устанавливайте на телефон И следите за датами Когда они проводятся Мы приехали сюда к 2 часам Как и было написано В календаре Но на месте оказалось Что гонки начинаются В 3 часа Поэтому нам здесь Пришлось сидеть Целый час ждать До начала Осталось уже 15 минут Сейчас без 15 и 3 И смотрите Уже людей становится Все больше и больше Подтягиваются гости Там уже начинается Какое-то движение В районе старта Телевидение уже готово Вышли операторы Стоять снимают Поэтому уже Через 15 минут Все начнется Давайте еще чуть-чуть Подождем Ну вот гонка Гонка началась Верблюды Побежали Стартовали И обратите внимание Едут машины Машины едут неспроста В них находятся Хозяева верблюдов И на верблюде Есть такой робот специальный И они по рации Подгоняют верблюда А пока верблюда бегут Вдалеке Я расскажу вам историю Откуда появились эти роботы Раньше 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 Давно Вообще На верблюдах ездили взрослые люди Потом Чтобы Верблюд мог бежать Быстрее И большую дистанцию Взрослых людей Заменили на детей То есть стали сажать Управлять верблюдом Пяти Шестилетних детей И это продолжалось Довольно долгое время Что маленькие дети Были жакеями Вот этих Гоночных верблюдов В 2007 Или восьмом году Запретили Использовать детей В качестве жакеев Потому что были смертельные случаи Дети падают Умирают Теперь в современные гонки Они проводятся таким образом Что на верблюда сажают робота Ну как бы коробочку такую Этот робот весит там 2-3 килограмма У него есть такой специальный хлыстик Он крутится Подгоняет верблюда И на этом роботе Также закреплена рация И соответственно Хозяин верблюда Нажимает на кнопочку Подгоняет этого Хлыстик крутится Подгоняет верблюда И по рации он может тоже Своему верблюду Давать команды Подгонять своего верблюда Итак Первый заезд Подходит к концу Верблюда Пробежали целый круг 5 километров И как мы видим Финишируют Совершенно рядом Два верблюда И вот обратите внимание На них сидит робот Их с хлыстиком Их шлепают Шлепают И верблюд Черный верблюд Прибежал первым За ним Синий верблюд И потом финишируют Остальные верблюды Вот еще Двое Прискакали И еще Там в конце Четыре верблюда И за ними Еще Четыре верблюда Финишируют Вот так вот Поздравляем вас Просмотрели мы с вами Первый заезд Сейчас посмотрим еще Остальные заезды Обратите внимание Какие худенькие Стройненькие Эти верблюды Похоже они даже Довольно молодые И теперь второй заезд Вторая гонка Побежали уже Другие верблюды И опять за ними Ринулась толпа Репортеров Операторов И опять же Владельцы на машинах Едут и подгоняют Своих верблюдов К сожалению Экраны не работают Они не показывают Что происходит там вдали Когда они скачут И поэтому Можно наблюдать только Начало и конец И вот подходит к концу Второй заезд И вот Финишируют опять Два верблюда Финишируют Первый синий верблюд Потом за ним черный И потом за ними Еще два верблюда И опять Остальные позади Видите Верблюды бегут Уже довольно медленно Все-таки Дистанция 5 км Это довольно большая И Видимо Многие из них Уже просто устали Выдохлись И теперь мы приезжаем С вами к гуще событий Вот давайте Поднимемся на этот мост И видите Здесь стоит громкоговоритель Комментирует На арабском языке Какого шейха Какой верблюд бежит Вот Там Непонятно Честно говоря По арабски Очень быстро говорят Вот Ну вы слышите да А смотрите Здесь специальные места Где подготавливают Верблюдов к старту Специальный загон Где верблюдов Подготавливают Видите Верблюды которые будут Участвовать позже Они Лежат Пока отдыхают А новых верблюдов Уже приводят Ближе к старту И сюда вот Их сейчас выводят на старт Новую партию верблюдов Для нового заезда Вот этот занос Поднимается И потом После этого Верблюды Верблюды Подготавливают И поехали И поехали машины Машины Поехали за верблюдами Видите оператор едут Это скорее телевизионная машина А там справа Уже едут машины С владельцами Старт на самом деле Очень быстро они делают Верблюды То есть стартуют быстро И заметьте Ширина на старте Трасса Она Очень большая То есть гораздо шире А на финише Она уже узенькая Становится Потому что финишируют Уже не все верблюды в ряд А кто-то выходит вперед Кто-то остается позади Пока мы ходили вокруг Здесь починили экраны И идет по ним Трансляция Заездов Выглядит очень эффектно То есть вот бегут верблюды За ними едут машины И здесь уже показывают финиш Как раз вот видите Здесь экраны Здесь сразу финиш Мы видим живую И внизу в правом углу Время верблюдов Время финиша Нам здесь один из людей Сказал что рекорд Пятикилометровый Семь минут пятьдесят секунд Вот Ну как видите В нынешнем заезде Верблюды пробежали медленнее Чем существующий рекорд Сейчас подходит К концу еще один заезд Смотрите Верблюды финишируют На финише их уже ловят Хозяева Смотрите Сейчас их Вот смотри смотри Вот Вот Теперь надо поймать еще верблюда Да Вот они Смотрите Вот они должны поймать Каждый свой верблюд Должен поймать Вот еще верблюды прибегают И уже хозяева Здесь их ловят Ну точнее Это не хозяева А люди Кто за ним присматривают Люди которые за ним ухаживают Они уже ловят верблюдов И дальше ведут их Куда-то туда Наверное Там Отдыхать Мы Мы хотели прокатиться на машине Вместе с верблюдами По всему забегу Спросил у местного полицейского Он сказал что нельзя на своей машине Но зато нас пригласили в этот автобус полицейский И сейчас мы в него зайдем сядем И нас прокатит на полицейском автобусе Пойдемте за мной Мы наблюдаем за гонкой из машин Из автобуса И старт Верблюды побежали Мы за ними Прибавили газу Мы обгоняем вперед Смотрим за гонкой Бегут на самом деле верблюда очень красиво Посмотрите как они прямо плавно Грациозно Какие красивые у них шеи Как они прямо вытягиваются Как стараются бежать А за нами на машине едут уже люди Которые подгоняют этих верблюд По рации с пультом управления Управляют этими хлыстиками Роботами управляют И сейчас они бегут Со скоростью около 40 км в час И потихонечку замедляются Впереди еще Порядка трех километров И посмотрим кто из них придет первым Давайте этот заезд Понаблюдаем от начала до конца Посмотрите Оранжевый верблюд вырывается вперед Пытается обогнать синего Но пока видимо синий взял вверх И кстати обратите внимание Хлыстики почему-то пока не крутятся Они пока не подгоняют своих верблюдов Может они будут это делать ближе к финишу Голубой верблюд вырвался вперед Все остальные далеко позади И посмотрим сможет ли он удержать первенство Смотрите у верблюдов уже пошла пена изо рта И мы подближаемся к финишу Вот смотрите отметка 1400 метров осталось до финиша Напомню общей дистанции 5 км Голубой верблюд все так же сохраняет первенство Он так же далеко впереди Остальные верблюды позади И вот смотрите Они включили хлыстики Уже финишная прямая Уже сигналят Верблюдов вовсю подгоняют Синий верблюд пытается догнать голубого Его активно подгоняют хлыстиком Голубой сдаёт позиции Осталось 200 метров И синий сейчас обгонят О нет 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 И в итоге голубой пришел вторым Синий его обогнал Так вот Обычное случается в гонках Был явно выраженный лидер И в самом конце буквально за 100 метров до финиша Его обогнал другой верблюд И пришел первым И напоследок мы зашли к ним сфотографироваться К сожалению видео снять не успели Там все очень быстро быстро Но зато успели сделать несколько удачных фотографий На этом наш день закончился Мы получили здесь массу позитивных эмоций Вообще я рекомендую всем сюда приехать Я удивился что здесь не было ни одного русского человека Ни одного русского туриста Здесь были европейцы были Здесь арабы были Но русских никого Поэтому друзья Уважаемые зрители Приезжайте сюда на верблюжьи гонки На верблюжьи скачки Посмотрите в Дубай календаре Когда ближайшие даты И обязательно посетите это отличное событие Но такой момент Прямо вот сидеть на одном месте И смотреть это довольно скучно Именно походите по разным местам Посидите на трибуне Посмотрите с моста Подойдите вот где их подготовить К забегу Там можно пофотографироваться Попросите кого-то из людей Чтобы вас провезли Прокатили Пока это именно вдоль трассы В принципе здесь Люди очень доброжелательно Помогают Просто вы улыбайтесь И просите И они вам дадут Помогут Подскажут С вами был Азат Канал Индубай Увидимся с вами До скорых встреч Всем пока-пока Пока-пока